Псовые. Семейство хищных млекопитающих животных. Они одни из самых умных и сообразительных животных на планете, подчиняющиеся определенному порядку и иерархии. Псовые обитают на всех материках, кроме Антарктиды, и в большинстве своем это бесстрашные быстроногие хищники, многие из которых охотятся стаями. Некоторые виды не боятся человека, а собака стала первым животным, а домашненным людьми. И сегодня мы рассмотрим, как охотятся псовые. Начнем с представителей, которые обитают на самом жарком континенте – Африки. Гиенновидные собаки или дикие собаки Африки. Тело сложение у этих представителей псовых легкое и поджатое. Ноги высокие и сильные. Уши большие, высоко посаженные, придающие голове узнаваемый силуэт. Гиенновидная собака – отличный бегун и способна развивать на длинных дистанциях скорость до 55 км в час. Антилопы гну – большое и сильное животное, которое намного тяжелее дикой собаки, но когда хищники появляются, травоядные сразу же пускаются в бега. Антилопы бегают быстро, но и гиенновидные собаки, как уже говорилось, отличаются выносливостью. Если антилопа остановится, то все будет кончено. Вот собаки начинают хватать ее за ноги из-за бока. И животное останавливается и превращается в обед для этих хищников. Эту антилопу собаки настигли неожиданно, и она решила отбиваться рогами. Но это все бесполезно, от этих хищников можно только убежать. Они берут своим количеством, и через пару минут антилопа уже падает на землю. Хороший способ спастись от диких собак – забраться в водоем. Так и сделали эти животные, когда на них напали гиенновидные собаки. И благодаря этому остались живы. Эти собаки нападают даже на таких больших животных, как буйволы. Взрослого быка завалить трудно, но вот небольшого теленка запросто, что и делает эта стая собак. Они заметили маленького буйвола и сосредоточились на нем. Теленок быстро отстал от стада, и хищники его схватили. И даже когда мать пришла на помощь, ничего не изменилось. Она не смогла отбить своего детеныша. Более того, она сама чуть не стала добычей этих собак. Эти собаки почуяли кого-то под землей и принялись копать. Как оказалось, там прятался заяц, которого они, конечно же, не упустили. Здесь тоже кто-то прячется под землей. И собаки копают, чтобы это узнать. Кто же там может быть? Для зайца там слишком глубоко. Как оказалось, там пряталась дикая свинья. Которые тоже отлично подходят для обеда гееновидным собакам. А эти копытные избежали гибели, забравшись на скалу. Собаки не могут их достать как снизу, так и сверху. Остается только подождать, пока хищникам это надоест, и они уйдут. А это динго. Вторично одичавшая домашняя собака, которая живет в Австралии. То есть, когда-то это были домашние собаки, но потом они одичали и начали размножаться. И так на континенте появился новый хищник. Охотятся динго также стаями. Они могут нападать на таких крупных животных, как азиатский буйвол. Главное, повалить быка на землю. Но это задача сложная. Иногда собакам удается добыть этих копытных. Иногда нет. Также динго охотится на других, более мелких животных. На зайцев. На различных ежей и дикобразов. На варанов. Также могут атаковать домашних животных. Эти собаки иногда могут охотиться и в одиночку. Этот динго пытается поймать кабана. Взрослого животного завалить непросто. А вот поросенка гораздо проще, главное их догнать. Вот хищник хватает жертву за ногу. Но та вырывается и убегает. Но потом собака догоняет поросенка во второй раз. И вырваться у него уже не получается. Когда речь заходит о хищниках семейства псовых, многие сразу вспоминают про волков. Волки. Самые крупные представители этого семейства. Арктические волки заметили зайца и начали на него охоту. Но заяц оказался не промах. Он вставал на задние лапы и вытягивался, чтобы лучше видеть, и заметил опасность. Началась погоня. Два волка бегут на расстоянии друг от друга, чтобы при резком маневре зайца он не ушел от них в сторону. Вскоре расстояние сократилось, и хищники были уже совсем близко от своей добычи. В какой-то момент волк открывает пасть и пытается поймать зайца, но это у хищника не получается. Заяц резко поворачивается в сторону, и из последних сил развивает свою максимальную скорость. Это и спасает его от гибели. Но через некоторое время эти же волки уже вчетвером бросились догонять другого зайца, и на этот раз удача была на их стороне. Но все же крупные рогатые животные составляют основу волчьего рациона. Тут стая волков охотится на оленя. Коллективная охота всегда проще одиночной. Одни догоняют жертву, принимая удары копытами на себя, другие тем временем могут свалить ее с ног. Олень довольно долго отбивался от хищников, но вот сразу несколько волков вцепили животному в задние ноги, остановили его и повалили. А эта стая волков решила, что сможет завалить другое крупное животное – бизона. Хищники начали не торопять подходить к стаду травоядных. Они никак на это не реагировали, наверное думали, что их масса и количество помогут им. Вот волки окружили стадо и начинают неспешно атаковать. Бизоны сначала отбивались, но потом все стадо пустилось в бегство. Хищники этого и ждали. Позади стада оказался самый молодой бык, волки его и атаковали. Хищникам оставалось только повалить животные, но это им помог сделать другой бизон, который хотел напасть на волков, но попал в своего сородича. Стаи всегда проще охотиться, но и одинокие волки способны на многое. Хищник вышел, к большому стаду оленей и сразу бросился вперед. Огромные стадо животных пустилось в бегство, ведь они знают, что встреча даже с одним волком не несет ничего хорошего. Сначала у хищника не получалось догнать жертву, но вскоре он смог вцепиться одному из оленей в заднюю ногу и остановить его. Судьба этого травоядного была решена. Большое стадо диких овец спаслось на горном склоне. Эти животные очень быстро бегают, но снег сильно мешает им. И когда появляется одинокий волк, все стадо резко пускается в бегство. Погоня длилась не более двух минут. Волк довольно быстро сократил дистанцию и схватил одну из убегающих овец. А этого представителя псовых знают все. Лисица. Хитрое, находчивое, хищное животное. Здесь лисица заметила суслика, который прятался в норке. Хищница замерла и стала выжидать удобный момент для атаки. И вот момент настал. Лиса делает прыжок и суслик оказывается у нее в зубах. Такая тактика очень распространена у лисиц. Приметив маленького грызуна, рыжая плутовка замирает и в удобный момент буквально ныряет своей вытянутой мордочкой в нору. Обычно мыши не успевают отреагировать на это и превращаются в пищу. Очень интересно наблюдать за охотой лисы на мышей зимой. В конце зимы, когда солнце пригревает, грызуны просыпаются и начинают ползать под снегом. Лиса может услышать этот еле заметный шорох. Она останавливается и прислушивается. И через несколько секунд делает высокий прыжок и втыкается в снег. На поверхности остается только задняя часть лисы. Часто такие прыжки бывают удачными и мышь оказывается в зубах хищника. Белки. Эти зверки тоже часто становятся жертвами рыжей плутовки. Эта белка лакомится угощением, оставленным человеком в специальной кормушке. Она не знает, что в этот момент за ней наблюдают два хитрых глаза. Вот лисица бросается в атаку и буквально в последний момент, когда белка была уже в кустах, ловит ее. Белка забралась в кормушку, полакомится семечками, но она не знала, что эта кормушка превратится в смертельную ловушку. Неподалеку бродила лиса, которая заметила белку. Один миг и вот уже грызун в зубастой пасте. Люди из окна своего дома засняли, как дикая лиса охотилась на их участке. Рыжая хищница услышала, как под землей передвигается крот. Так почему же его не попытаться поймать? Лиса делает несколько прыжков, но до крота не так легко добраться. С помощью своих лап она разрывает землю и все-таки хватает неуловимого подземного жителя. Это видео было сделано в Торонто, Канада. Люди включили камеру, когда увидели лисицу, которая бегала у кустов и как будто что-то почуяла. Оказалось, что в кустах прятался кролик и лисица начала на него охоту. Хищница прыгала по кустам, выгоняя животное на открытое пространство. И ей это удалось. Короткая погоня и кролик был пойман. Что удивительно, все происходило в городе на глазах у людей и лисица несколько их не боялась. На этом все. Друзья, если вы еще не подписаны на канал, то обязательно это сделайте, впереди много интересного. А я ненадолго прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok